Всем большой привет! Как вы знаете, я сама долго увлекалась темой цветотипирования, но сегодня у меня такая классная возможность обратиться к профессионалам Оксане Чеплэгиной и Анне Белоусовой, и мне именно профессионально определяют наконец-то новый цветотип, чтобы у меня уже не было никаких самоваров. Начнем, я предлагаю стиль для ракона. Мы сейчас, наверное, увидим холодные либо теплые оттенки нам подходят, и дальше уже будем разбираться. Вот, например, холодные стены, вас вам посмотрели, запомнили, да? Или теплые, такие персики. Вот я вижу, что когда теплые, мы прикладываем ваши черты лица уже не такие четкие, и цвет, такой свежий, да? Так, у нижний контур, надо посмотреть на нижнюю челюстную линию. Если свой температурный режим, то лицо подтягивается, обретает четкий контур, тот лифтинг, да. Вот. А если не свой температурный режим, то четкий контур пропадает, и, соответственно, такая рыхловатость появляется. Я буду точно не наделать, потому что я знаю, что это мой самый проблемный цвет. Вот у меня это самый проблемный, это... О том, что мы подсознательно знаем, что нам лучше. Вот это я избегаю. Я избегаю цвет яичного желтка, и я избегаю... Яблый, теплый. Яблый, теплый. Теплый, смешанный. Так, он же такой нечистый. Может, яркий оранжевый был бы еще так, и ничего. Просто это так действует холодный тон, да, вот тон из зоны лица. Он подтягивает. На нос теперь посмотрите. Вот фокусы, да. То есть на нос посмотрите, да. Вот запомните, какой он тоненький здесь, да. И как он потерял форму вот тут. Это выступающие части лица. Контур и выступающие части лица, они так работают. Если свой температурный режим, то это все подтягивается, да, играет в унисон. Если нет, то начинает появляться дисгармония. Посмотрите. Раз. И скула появилась. И вот так делалось? Нет. И нос заострился. Ну, видно, на самом деле. Видно со стороны еще. Видно. Видно, да. Значит, температура кожи. Да. Даже если брапировка с одной стороны теплая, да. А здесь холодная. Посмотрите, опять, вот здесь подтянулся контур. А здесь вот он пошел. Так, определились, что мы холодные. Да. Холодные цветы типа это у нас зима либо лето. Да. То есть сейчас мы будем определять, какие цвета нам можно приглушенные либо чистые, яркие, насыщенные. Смотрим. Чистый цвет яркий. Ну, мне нравится. Да. Это цвет яркий. Либо серым оттенком припыленный, да. А вот эффект такой же, да. Чистый дает динамику, да. А грязный, да. То есть грязный, сероватый подтон, да. То есть не дает динамику. Мне кажется, всем прям видно, да. Сначала разница. Да. Разница. Да. Так. Лето мы уже смотрим. Откладываем. Посмотрим зимние цвета. Ну, давайте такой красный. В середине фон. Пять же. Чук-чук-чук. Чук-чук-чук. Ну, в общем, мне кажется, лично мне нравится, но кажется, он мне как-то взрослый. Серьезно. 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 Я думаю, что он в зоне лица всегда капризный. Такие оттенки. Они, вот знаете, какой, на самом деле цвета, цвета, они несут информацию, да. Вот с чем у вас этот цвет ассоциируется? Вино. Вино. Такое настоянное, да, такое, такое настоянное, традиционное. А это всегда опыт, мудрость, это возраст. Да. Психология. Да. Ну, а как иначе, да. То есть, поэтому вот этот хорошо, но из него, из этого цвета он может быть, на самом деле, это могут быть перчатки традиционные, да, сумка, ботинки, брюки это могут быть, да. То, что к лицу не дает возраста, да. То есть, отдает и говорит о традициях, да. О таких, о дорогих традициях. А у меня ассоциация этого цвета с природой. Вот зимой как раз, это ягодки подмороженные, да, вот как. Ну, да. Вот смотрите, сколько живут цвет. Это цвет из природных. Да. Вот я к чему хочу подвести, к тому, что бывают зимние цвета живые и неестественные. Вот естественные и неестественные, живые и неживые. Тоже это зависит от внешности. Можете вы представить себе зиму вот с таким синим, с таким электриэром? А я хорошо. У меня есть точно такой же пиджак, но я его стараюсь носить здесь, чтобы у меня там была какая-то вот либо белая. Всегда такая надо, потому что подсветка должна у лица быть. вот как красиво. Да. Тоже ягодки. Тоже. Вообще вот у меня с желтым проблемно, потому что мне иногда они прям вот идут, а вот вроде не плохо. Сейчас я покажу. Посмотрите, он тоже у меня особо живой. Да. То есть он такой вот. Вот вам желтый, а здесь нет. Нет. У вас нет проблем. Потому что он теплый. Яичный желток, да. Угу. Вот этот более лимонный. Угу. Потому что он теплый, да. В холодильнике прям синий чуть-чуть. Зелёный, зелёный. Да. Хвоя, да. Ленин. Дорога, природный. Отлично смотрится этот цвет. Он очень красиво смотрится. Вот у нас, да, что, контракт. Посмотрите, у нас безоснежка, да, то есть белая кожа, тёмные волосы, плюс ещё усиленные тёмными глазами. То есть степень контрастности человек выдерживает достаточно высокую. В чём фишка? В том, что, допустим, одежда, то есть комбинация цвета в одежде должна отыграть контрастность. Сочетание более тёмного и более светлого. И тогда она загорится. Когда мы прикладываем просто ей тёмный цвет, её контрастность не отыгрывается, потому что нету кожи. Кожа не отыграна. Отыграны тёмные волосы, тёмные глаза. Когда мы прикладываем, допустим, тот же жакет на светлую глазу, посмотрите, вот это её волосы и глаза, вот это её кожа, да. И тогда она ещё сильнее будет звучать, потому что подобное усиливается подобное. Ну, не мы передаем, но это закон какой, да. То есть в любом случае, чем ярче контрастный человек, во-первых, тем он выдержит больше оттенков, да, даже где-то не своих, даже по температуре. Главное, чтобы они яркими были, да. То есть всё равно, когда мы отыгрываем все его колористические составляющие на лице, она звучит уже тогда манесон, да. Потому что совсем в тёмное, да, уходит когда. Это когда человек достаточно тёмный, да. То есть вот ему, в принципе, нейтрально хорошо. И то всегда советуем возле лица всё это подсвечивать, да. Вот, а посмотрите, как хорошо, что он выдерживает её. Стилист подбирает цветовую гамму, да. Мы сегодня, с сожалению, коллажи не нарежем, да. То есть, в любом случае, когда он ещё учитывает векторное направление, да. То есть вот у нас векторы тут определённые живут, и поэтому мы можем сказать, что ей вот более живые и динамичные цвета больше подойдут, чем вот такие классические спокойные. Интересно. Да. Но сам человек, когда без цифротестирования, конечно, он будет блуждать в этой гармии. Вот у меня ещё, мне часто вот ещё говорят про цвет морской волны, а я его избегаю, я его как-то боюсь. А почему? Вот не знаю. Не знаю, какой оттенок. Иногда просто боюсь, как оттенок. Понимаете, цвет не имеет значения, вот когда мы не видим ткань, да. Дрампа будет цвета морской волны. Одного цвета. Рюзового, Бискайского залива, какого-нибудь, да. То есть он должен быть такой достаточно яркий и льдистый. Льдистый от него должно быть льдом греется. Почему вот этот, да, он тоже такой дистый, холодный, вот этот хвойный. Да, вот мне нравится такой вот цвет. Он бывает, что такой грязноватый, вот тут не нравится. Потому что грязноватые оттенки, это летние оттенки. У тебя все пигменты чистые. Чистые и, знаете, как смотришь на льдистость. Вот ткань должна вот, повторюсь, да, то есть как бы на ткань смотришь, допустим, и она должна либо искриться, либо льдистость, какая-то от нее идет. Поверхность какая-то, может быть более гладкая. Вот чистый белый, это я вот знаю с 13 лет, это мой беспроек. Да. Чистый белый. Ну редко как бы идет чистый белый. Да, зима, вот под таким. Посмотрите, белки сразу как стали. Поверхность у меня цвета. Мне кажется, да. Ну просто может быть он, конечно, сам к себе цвет такой более обязывающий. Да. В принципе у меня как-то не идет черный. Ну как обязываешься? На самом деле он для вас будет, как и темно-синий, вот королевский. И черный он для зимы будет зачастую базовый. Будет классно пальто из хорошей шерсти смотреться, да, то есть черный это просто беспроекрашный вариант. Кожа, да, все это, все это, да, то есть тоже будет хорошая шерсть. Два цвета, которые самые капризные при выборе качества ткани, это белый и черный. Еще мне кажется, что у меня идет оранжевый. В черный тут фишка. Посмотрите, какой яркий человек. Яркий, да, то есть она выдержит даже не свои цвета. Притом оранжевый, конечно, он изначально только теплый, но опять же повторюсь, если вдруг какой-то блеск на поверхности, да, то есть давайте представим плащевку, да, или какую-то такую поверхность, которая уже более блестит, да, значит на этот теплость накладывается холодность, да, то есть и цвет нейтрализуется, да, и он уже не смотрится так. И даже оранжевый пролетает, вот, немножко холодно, поэтому нормально смотрится. Если он такой оранжевый, грязноватый, чистый, чистый, яркий, это да, да, он может вам это быть, он может быть оранжевый с краснотой, да, то есть более такой в красный уходить, и тогда это тоже ваш вариант. Вы вот какой, смотрите, вы носите чистые оттенки, да, холодные зачастую, да, то есть, но если нам попадаются какие-то теплые, но они, то есть, какое-то глянцевое покрытие, да, то есть с каким-то люрексом, да, с каким-то металлизированным, да, моментом, да, то есть, то, в принципе, да, они уже озимились, да, вот, и их тоже мы носим, да, плюс при комбинаторике костюма, да, собираем, да, вот комплект кожи, волосы, глаза, да, то есть где-то должно быть светлое, где-то черное, темное, да, то есть и у вас разбег между цветом кожи и волосами, да, то есть очень большой, очень контрастный, и вам можно спокойно черный жакет, белая рубашка, да, и вы выдержите, да. Я бы сказала, что вам идут и некоторые осенние оттенки, вот зима-осень, у вас, скорее всего, осень-зима, потому что слишком серьезно, спокойно, да, то есть это вот поздняя осень и зима, ну, неважно, раннее, не раннее, да, потому что вот оно осеннее платье, да, оно не твой температурный режим, ну, тебе же это неплохо, да, то есть я вижу, что не супер вот такое, да, стопроцентное, да, попадание, но общий эффект очень хороший, потому что спокойствие, эмоции, все подобрано правильно. У каждого времени года свои розовые, просто у весны он будет более лососьовый, будет такой, более теплый, он может быть еще ярче, может быть еще с покрытием, с каким-то, да, то есть. Сегодня мы успешно провели цветотимпирование, выяснили к какому цвету, к какому типажу, к какому сезону относится наша Юлия, наша героиня нашего сегодняшнего вечера, подобрали ей определенные цвета, которые подчеркивают ее индивидуальность, ее выгодные стороны, ее личность. И мне кажется, теперь она без ошибок определит свою вещь в магазине, когда пойдет на самостоятельный шопинг, ей будет уже о себе знать намного больше, чем до нашего этого вечера. И вот я от Анны узнала также много вещей, что также в определении цветотипа играет роль еще даже сам образ человека, его психика. Да, конечно, характер однозначно, черты лица, линии на лице, моторика, что у нас еще, векторное направление, да, то есть, ну, по большому счету, сам цвет, он не несет определение, да, какие цвета мы выбираем, да, то есть именно взаимодействие со всеми наполняющими лица, характер человека, только тогда мы можем попадать в точку по выбору цвета. И плюс еще мы что можем делать? На самом деле подбирать цвета под задачу, да? Конечно. Под задачу, чтобы где-то подтянуть себя с точки зрения характера, да, где-то дать себе решительность, где-то дать себе романтики, и мы знаем, какие цвета за что отвечают, и учимся манипулировать правильно сочетать, подбирать и не ошибаться. Спасибо большое.